Мы в прямом эфире. Где вы? Да, мы здесь. Привет. Привет-привет. Вот так вот. Так, доброе утро. Всем доброе утро. У нас сегодня в первый день зимы нововведения в команде. И они заключаются в том, что теперь наши планёрки-семинары будут проходить посредством как раз прямых эфиров в Инстаграме. Только мы с вами помещаемся в один эфир. Давайте знакомиться, ребят, кто нас не знает. Это Михаил Булавцев, мой муж. И Лиля Донскова, соответственно. Фамилии у нас разные, но мы вместе, как это бывает. Да. Часто так. Смотрят нас на работе. Доброе утро, отлично, отлично. Я думаю, что это будет очень удобный формат общения именно через Инстаграм. У нас сегодня дебют, мы немножечко даже волнуемся. Хотя нет, я не волнуюсь, нормально всё. Всё отлично. Да, ребят, о чём мы с вами хотели сегодня поговорить. В первую очередь, это ответить на ваши вопросы и рассказать, вот как интересно можно построить бизнес через интернет. То есть, используя любой гаджет, можно без капиталовложений создать потрясающий источник дохода, который вас будет не просто кормить, а который позволит вам реализовать очень многие свои мечты и цели и осуществить свои мечты. Вот. Да, с дебютом нас спасибо. Давайте начнём с вопросов, да, задайте вопросы, какие вас интересуют. Да, пока вы задаёте вопросы, мы чуть-чуть пообщаемся. Такие дебюты нас, точнее, вас ожидают в ближайшее время практически всех, всех, кто является спикерами у нас в нашем проекте. Выбирайте уже на своё усмотрение Инстаграм, другие социальные сети, то есть готовьтесь. Нет, Инстаграм, конечно, потому что Инстаграм есть у всех. Будем продвигать Инстаграм, да. Тем самым мы продвигаем свой аккаунт, Инстаграм следит за нашей активностью и уже активнее будет посредством своих алгоритмов показывать в новостях, продвигать наши посты. Так, ну вопросов пока нет. Ну и у нас заявленная такая тема, это как именно, да, работать можно через интернет. Сейчас много предложений поступают и вам наверняка, и другим людям, вот именно, что заработай быстро, легко, и, как говорится, да, через пять минут станешь миллионером. Вот скажите честно, кто в это верит, что можно легко и просто вот так вот прям нажать на кнопочку и стать богатым? Да, кто верит в то, что есть бесплатный сыр в мышеловке? Ну, я не могу сказать, что бесплатный сыр. Ну, а как еще по-другому? Присоединяйтесь, через пять минут вы будете богатыми. Бесплатного сыра не бывает, везде нужно работать. То, что вам предлагают, ничего не делать, лежа на диване, мотать ножками, поливать в потолок и смотреть телевизор там, и получать сотни процентов годовых и тому подобное. Все это всевозможные финансовые пирамиды, которые строятся как раз на получении дохода с приглашения, с регистрацией ниже стоящих в команде партнеров. То есть деньги распределяются за, можно сказать, за воздух, продукты нет, и распределяются между вышестоящими партнерами. Так, всем привет, кто еще присоединился. Так, много вопросов были, сейчас вернемся. Там был вопрос, с чего начать. Ну, давайте расскажем вот нашу историю, как мы начали. Мы выбрали вот именно вариант развития через сетевой маркетинг, потому что здесь есть, во-первых, есть система поддержки обучения, что очень важно при выборе фирмы, да, компании, с кем сотрудничать. То есть нужно смотреть, чтобы компания была уже давно на рынке, хотя бы, да, лет 10 как минимум должен быть срок жизни компании. Во-вторых, должно быть вступление в компанию, не баснословных денег стоит. То есть это чисто символическая такая оплата. У нас вступление в компанию, как вы знаете, всего 149 рублей стоит. Я считаю, что вот эта оплата за франшизу, это очень такая минимальная и удобная, потому что, например, если сравнивать с компанией Макдональдс, чтобы открыть франшизу и открыть такой ресторан, нужно вложить от 2 миллионов долларов. Представляете, да, разницу? Что у нас на весах? 149 рублей или миллионы долларов? Ну, здесь понятно, бизнес совершенно разный. И, опять же, 2 миллиона долларов – это не те деньги, которыми вы ограничитесь. Необходимо будет также заниматься поиском персонала, поиском аренды помещения, согласованиями. То есть за 2 миллиона вы просто покупаете, так сказать, франшизу, личный кабинет. То есть, как в нашем бизнесе, 149 рублей сопоставимы с 2 миллионами. Просто-напросто это вход. Да. Во-вторых, что очень удобно, то что все вот рутинные вопросы, самые сложные моменты решает сама компания. То есть нам не нужно с вами заниматься такими вещами, как отправка продукции клиентам, финансовые взаиморасчеты. Компания ведет за нас всю бухгалтерию, всю логистику. То есть нам остается только научиться создавать товарооборота. А это самое главное, потому что деньги не платят просто так. Мы не говорим, что вам сейчас мешок с деньгами упадет на голову, и вы будете там богатыми и счастливыми, будет вам счастье. На самом деле, чтобы организовать товарооборот, нужно собрать команду. И не просто команду, а команду лидеров. Подобрать себе персонал, мы так это называем. То есть людей, с кем вы будете развиваться, с кем вам будет не просто комфортно, а очень важно, чтобы человек сам еще хотел зарабатывать, хотел изменить свою жизнь к лучшему, а не просто зарегистрировался и сидит, ждет. Ну и когда же я стану богатым? То есть такие люди, как говорится, они ни нам, ни себе не помогут, однозначно. Но у нас в бизнесе есть два направления. Вот в сотрудничестве с компанией Ariflame есть два направления. Это заработок на продажах. То есть мы занимаемся продажами, бегаем с каталогами, показываем каталоги, отправляем их в электронный вариант в интернете и зарабатываем разницу 20%. Возможно, чуть больше, если участвуем во всевозможных акциях. Второй вид заработка, как Лиля сейчас рассказала, это построение структуры и получение дохода уже с командного товарооборота. То есть нам необходимо найти людей, которые будут умываться, чистить зубы, краситься, используя продукцию компании Ariflame, или будут повторять нас и строить бизнес. Вот два направления. Какое направление выберете вы, ваши партнеры? Здесь уже все индивидуально. Вот. Есть вопросы, ребят? Да, если вопросы какие появляются, задавайте сразу, мы на них ответим. Вот. Я хочу рассказать, как я начинала работать, потому что у меня опыт уже такой достаточно многолетний. И у меня есть опыт работы и онлайн, и оффлайн. То есть, когда не было интернета. Наоборот, оффлайн, а потом уже онлайн. Да, ну, сначала оффлайн, да, я начинала. И я вот хочу рассказать, как я начинала. То есть, мне объяснили, когда суть бизнеса, я поняла, что в первую очередь, то есть, я настолько загорелась этой идеей, поняла, что настолько просто, легально и перспективно здесь. И я подумала, что сам нужно в первую очередь позвать близких людей. То есть, да, вот мне рассказали такой пример. Представьте, что вы вышли в сад, да, у вас большой, там, дом. Вы выходите в сад покопать грядку раз лопаточкой, а там что-то жёсткое. Вы раскапываете, а там клад, то есть сундук, весь усыпанный бриллиантами, сапфирами, там, я не знаю, изумрудами. Вы открываете, а там несметные сокровища просто в этом сундуке. И вот что вы делаете? Я уверена, что... Моё! Да, я уверена, что первое действие, это быстрее набить карманы, там, вёдра. Вы всё несёте домой, возвращаетесь обратно. И смотрите, сундук опять полный. И вы опять набираете, и уже дома забили все шкафы, все ящики, все сумки под завязку. А сундук всё полный. Какие ваши действия? И вот, знаете, когда нам рассказывали эту историю, все сказали, ну, я теперь позову кого-нибудь там близких своих, пусть они тоже наберут. Вот то же самое в этом бизнесе, ребят. Если вы понимаете суть и понимаете, насколько это просто и перспективно, то в первую очередь нужно позвать знакомых, близких людей, кому вы желаете счастья, кому вы желаете, чтобы эти люди стали, ну, состоятельнее, богаче, успешнее. И самое главное, когда это близкий круг, у вас уже с ними есть доверительное отношение, да, открытость. Вы уже вместе, как говорится, вам не надо заслуживать репутацию, да, свою, показывать, что вы нормальный человек. Ваши знакомые уже знают, что вам можно доверять, что вы не обманете, не подведёте. Привет-привет всем, кто присоединился. Так вот, я поняла, что суть бизнеса – это позвать людей, своих близких, которые хотят зарабатывать, с которым я желаю счастья и добра. И именно это я стала делать. Вот с момента принятия решения ровно три месяца ушло до того, как я открыла звание директа. С момента принятия решения строить бизнес. Да, именно строить бизнес. Я просто стала звать всех подряд и рассказывать вот то, как я это понимаю, как я это вижу. Потому что суть бизнеса, она очень простая. Смотрите, каждый человек моется. Миш, ты чистишь зубы? Каждый день. Ребята, кто чистит зубы? Вот просто поставьте вот так вот смайлик пальчиком вверх. Потому что все люди чистят зубы, все люди моются. Я не знаю такого человека, который бы не использовал средства гигиены. Я знаю людей, которые не пользуются косметикой. Например, это мужчины, дети. Есть женщины, которые не пользуются косметикой. Но средством гигиены пользуются все. Так вот принцип бизнеса, он простой. Люди мылись, моются и будут мыться. И мы просто моемся сами. Получаем за это удовольствие и выгоду. Мы приглашаем своих друзей, чтобы они тоже мылись, получали кайф, удовольствие, выгоду. И учим наших друзей, чтобы они тоже позвали своих друзей и родственников. И те тоже мылись, пользовались и получали выгоды. То есть, в принципе, суть какая. Все люди берут для себя продукцию для личного пользования. Если кому-то интересно, люди могут продавать эту продукцию по каталогам. То есть, это личное дело каждого. Но в основном мы используем для личного потребления. Все, все берут. И в результате, Миш, сколько нам выплачивают? Порядка 10-12 процентов. Если не считать всевозможные премии, бонусы, подарки. То 10-12 процентов от общего товарооборота. Это наш доход. А теперь хотел бы сравнить. Вот как раз про все будут мыться, моются, мылись. И будут мыться. Да. Как завещал я Килиев. Ситуация, которая складывается вокруг нас. Вот за последние годы, с 2014 года, как вы все знаете, у нас экономическая ситуация в стране, в мире немного изменилась. И я не знаю, как в других городах, в Саратове очень активно сейчас развиваются, вот если посмотреть на наши улицы, улицы нашего города, сфера питания и косметическая, продажа косметических средств. Это самые главные потребности человека в питании и чистоте. Сейчас у нас буквально через дом открываются новые магниты, грозди, сетевые магазины питания, магнит косметикс и тому подобное. Это как раз средства личной гигиены. То есть бизнесмены, предприниматели уже более высокого полета понимают, что какой бы кризис, не кризис, время года сейчас было, люди всегда, всегда будут питаться, кушать. То есть это одна из самых основных, наверное, самая основная потребность, там, если брать иерархию потребностей по маслу. И как раз средства личной гигиены. Тоже без данных средств люди не смогут прожить. Поэтому и нам необходимо брать это на вооружение и действовать. Мы это и делаем. Да. Нам, вам. Да, вот. Заметили это, да? Вот. Ну и возвращаясь к тому, что каждый человек приобретает продукцию просто для себя, для личного пользования. Из этого формируются огромные товарообороты. Вот просто возьмите ради интереса калькулятор и посчитайте, вот, к примеру, вот, сколько вы лично, ваша семья, тратит ежемесячно денег на средства гигиены, на косметику, на парфюмерию. Вот просто на скидку хотя бы вспомните, сколько вы вот за ноябрь потратили денег на мыло, зубные пасты, гели, там, может, парфюм какой-то брали. Мы посчитали, получается, что средняя семья где-то из трёх человек, три-четыре человека тратят в месяц на вот эти элементарные вещи примерно полторы-две тысячи. Представляете? То есть вроде бы как бы незаметно, но денежки на это уходят. И вот представьте, что в вашей команде сто человек, вот, ну, сто, вроде бы на первый взгляд кажется, что это немного, но умножьте вот эту цифру на сумму покупки. То есть сто человек приобрели, допустим, на две тысячи рублей. Для каждого человека это немного, это нормально, это естественно... Это необходимые минимумы. Да, необходимая затрата, которую он и так сделает, отнесёт эти деньги куда-то там в рубль-бом или ещё куда-то. А в сумме получится, что сто человек сделали закупку на двести тысяч рублей. Плюс-минус там немножко, да, может быть больше или меньше. И вот представьте, что вы этим людям ничего не продаёте. Вы не, да, не бегаете с каталогами, с сумками, там, купи у меня, не уговариваете никого. Каждый берёт то, что ему нужно по потребностям. А за то, что вы людям это объяснили, показали, вам компания заплатит 10% с этого товарооборота. Наберите на калькуляторе, сколько получится. С 200 тысяч вам идёт 20. На миллион сделали товарооборот, вам идёт 100 тысяч. Как быстро сделаете данный товарооборот? Пригласите такое количество людей, всё зависит только от вас, от всего в индивидуальном порядке. Ну, не всё зависит от вас, потому что мы... Ну, кто-то делает это за неделю. Не-не, я про другое хочу сказать. Ещё зависит, конечно, и от нас, потому что наша задача вас обучить, как это делать, используя интернет-ресурсы. И что у нас есть для обучения. То есть мы создали специальный сайт для удобства, потому что мы все из разных городов. Вот напишите в чате, кто, откуда. Возможно, даже из разных стран сейчас здесь присутствуют. Конечно, у нас компания международная, поэтому мы можем работать, как говорится, с любым человеком. Вот у нас сейчас активно веточка на Украине развивается, в Белоруссии есть люди, в Казахстане. Да много где мы, даже не со всеми знакомы. Вот смотрите, у нас есть обучающий сайт, на который вы можете зайти в любое время, когда вам удобно и обучаться. Потому что там есть уже записанные ролики обучающие, загружены необходимые книги, которые нужно прочитать, брошюры. То есть вы постепенно, поэтапно, в течение недели проходите базовое обучение. То есть вы можете его быстрее пройти, можете чуть медленнее. Но обычно у нас показывает статистика, что люди, которые действительно хотят зарабатывать, они это делают в темпе, в динамике. Так вот, пройдя обучение базовое, вы уже будете понимать вот эти основы, азы, что конкретно делать, как пригласить человека в команду, чтобы он послушал информацию и сделал выбор, хочет он этим заниматься или нет. Потому что для нас очень важно, чтобы человек пришел с желанием. Мы никого не заставляем, никого насильно не зовем, потому что уговаривать людей присоединиться в команду нет смысла, потому что, ну что толку, вот запишется человек, да, а работать не будет. Ну и смысл было его записывать. Только время потратили свое, его, и, как говорится, много людей, а толку мало. Согласны? Опять же, большое количество людей будет негативно сказываться на ваших показателях роста в команде. Ну, какой там негатив-то? Нет никакого негатива. Ну, как процентно. Я имею в виду процент, статистику, статистику, показатели. Ну, статистика, это не самое главное. Ну, да. Потому что вы должны понимать, что деньги вы получаете, ребят, не за перепись населения, не за то, что вы там красивые и умные, а за то, что вы помогаете компании расширять товарооборот. То есть здесь все четко и прозрачно. И как любая компания в мире, независимо чем бы она занималась, предлагала услуги, продавала, реализовала товар, компания Reflame также заинтересована увеличением своего товарооборота. И чем больше товарооборот вашего интернет-магазина, вашей команды, соответственно, тем больше товарооборот, в общем, и компания Reflame. Соответственно, больше получается прибыль. И данную прибыль компания уже разделяет как раз между своими активными лидерами, из работы которых складывается этот товарооборот. Соответственно, наш доход по лестнице успеха, по маркетинг-плану компании Reflame никем, ничем не лимитируется, не ограничивается. То есть вы можете зарабатывать такую сумму, которую просто-напросто захотите. Да, кстати, а сколько вы хотите зарабатывать? Так, я поменяю руки. Наболевший вопрос, да, для многих? Потому что есть люди, которые говорят, я хочу много, а сколько много? У каждого свое. У нас, например, цель стоит, мы хотим, у нас в планах, это открыть бриллиантовую квалификацию и закрыть ее в течение двух лет. И мы сейчас находимся в активном поиске людей, которые хотят зарабатывать 50 тысяч и выше ежемесячно. Что значит бриллиантовый директор? Это человек, который помог шести партнерам выйти на доход от 30 тысяч рублей в месяц. То есть наша задача состоит в достижении своей цели, наша задача состоит в помощи другим людям. То есть чем большим количеством людей мы поможем, тем быстрее мы достигнем своей цели. Соответственно, помогая другим, мы помогаем себе. Поэтому мы заинтересованы в вашем обучении, в вашем росте, в вашей активности, в ваших действиях. И будем прикладывать к этому все свои усилия. Вот, кто написал приличные суммы, берем вас на обучение, да, будем развивать. То есть мы всегда работаем с теми людьми, которые хотят. Да, больше уделяем внимания и времени. Ребят, ну вот спрашивайте, если есть вопросы, какие, с удовольствием расскажем. Доход начисляется, да, пока мы такие технические моменты обговорим, вы задаете вопросы. Доход начисляется у нас с привязкой не к месяцу, а к каталогу. К каталогу компании Reflame, который длится 3 недели. То есть каждые 3 недели, 17 раз в году мы получаем доход. Доход от компании Reflame. Получаем его на свой лицевой счет в банке, на расчетный счет. То есть мы становимся индивидуальными предпринимателями. Открываем счет в банке, причем в любом банке, удобном для вас, выбирайте на свое усмотрение. И отправляем документы в компанию с указанием данного счета. И компания Reflame нам уже перечисляет деньги на данный счет. Мы платим налоги по упрощенной системе налогообложения, 6% от дохода. Мы платим все взносы в пенсионный фонд, в фонд социально-медицинского страхования. То есть мы официально трудоустроены. Мы имеем возможность взять все наши финансовые документы, справки о доходах, наши ИНН, все-все взять. И пойти, например, в банк для получения, например, ипотечного кредита. То есть эти документы подтверждение нашей деятельности, нашего дохода. Да, вот Елене отвечаю, вся работа ведется только онлайн. И обучение, и общение, и поддержка. Действительно, это настолько сейчас удобно и круто, потому что у каждого человека есть хороший, качественный гаджет. И практически у всех есть интернет. И если его нет, то подключить тоже не проблема на телефон. Вся работа ведется, все обучение и работа по большей степени, да, ведется в интернете. Но, допустим, и зачастую каждый день это случается, мы общаемся с людьми, с живыми людьми на улице, то есть живое общение. Рассказываем им о возможностях, о работе, сотрудничестве вместе с компанией Reflame. То есть здесь идет живое общение, то есть оффлайн. Дальнейшее обучение, общение уже происходит в онлайн. Да, потому что удобнее пообщаться в тех же социальных сетях или созвониться по телефону, в мессенджерах, нежели собираться и где-то встречаться каждый день, там, по несколько раз в день. Так, еще есть вопросы, друзья, спрашивайте. Ну, опять же, в дальнейшем у нас каждый партнер, проходя обучение, выбирает из представленных вариантов методов рекрутирования, выбирает наиболее удобный, комфортный для него. Среди них это как раз и онлайн, оффлайн методы рекрутирования. Если говорить об онлайне, то мы разбираем социальные сети, в которых человеку будет комфортнее рекрутировать. Да, просто по интернету проще общаться. Вы сами подумайте, вам бы как было удобнее. Потому что у нас вот в команде есть люди, которые совмещают, совмещают с основной работой, совмещают с воспитанием детишек, с материнством, с декретным отпуском. Есть люди, которые работают в графике, то есть они, например, сутки работают, потом трое дома. Естественно, заработать еще одну зарплату дополнительно, это, ну, каждому, как говорится, приятно. Тем более, что в телефонах сидят все и постоянно. Да, сколько времени тратится на то, чтобы там просматривать эти картинки, ролики какие-то, читать посты людей. Мы делаем то же самое, но только на этом зарабатываем деньги. А вот как делать, что делать, это все уже есть у нас в обучении. Да. Вот. Ну что, если вопросов нет, мы вас благодарим за внимание. Кто заинтересовался, обращайтесь в директ, пишите вопросы, уже объясним подробнее, пришлем полную презентацию, где разбираются все моменты ключевые. Свяжемся индивидуально. Да, с каждым индивидуально проработаем, объясним, что и как делать. Да, всем. Средний срок. Елена, вы знаете, вот я могу сказать свой личный опыт, потому что, да, есть факты, вот есть опыт людей. Окей, по факту рекомендуется на такой доход выходить в течение полугода. То есть это нормальный срок, первые два месяца они такие идут, как инкубационные, человек обучается, разбирается, вникает и потом, да, набирает скорости обороты. То есть в течение полугода. Ну, мой личный опыт был, я за три месяца вышла на такой доход. Но я просто действительно предварительно, я была уже к этому готова, потому что читала литературу, посещала семинары. И вот с момента принятия решения, вот четко я прямо решила сегодня, что я начинаю делать. И ровно через три месяца уже был такой доход. Естественно, он постепенно, да, он рост. То есть он не просто через три месяца стал 30 тысяч. Первый месяц я заработала, по-моему, 600 рублей. Это было, конечно, немного, но это 600 рублей тоже нормально. Второй месяц это уже было 5 тысяч. То есть, да, сразу такой рывок. А на третий месяц уже 30. Ну, это опять все согласно поставленного плана. То есть необходимо сначала прописать план, план действий, план роста и двигаться уже по этому плану. Есть люди, которые буквально за 11 дней, за один каталог, то есть за три недели открывают уровень директора звания и получают такую сумму от 30 тысяч рублей больше. То есть все зависит от желания человека, от его производимых, от количества действий. Да, да. Кто-то пригласит в день одного человека, а кто-то спать не ляжет и пригласит сразу 10-20 человек. То есть в данном случае кто-то быстро сделает, а кто-то кому-то и года будет мало. Ну да, это точно. А еще очень многое зависит от желаний. То есть не просто, да, я сейчас стану директором и буду зарабатывать 30 тысяч. А вот именно если это связано с какой-то целью определенной, то есть вы хотите... Исполнить мечту. Да, исполнить мечту какую-то. То есть у меня вот была мечта, мне нужна была квартира. То есть мне негде было жить, и я устала жить на съемной квартире. И вот у меня была конкретная цель. И вот эта задача, она меня очень сильно вдохновляла, и я ей горела. То есть я прям поверила, что я могу это сделать, и начала делать с энтузиазмом. Вот это очень важно. Когда есть энтузиазм, глаза горят, есть энергия соответствующая, да, то и любое дело, оно становится, ну, как это говорится, по плечу. По плечу. Вот. По плечу. Итак, друзья, если вопросов больше никаких нет, мы заканчиваем сейчас прямой эфир. Все вопросы у нас в директ, если вы партнеры команды, уже в чатах. Данная запись будет доступна в... Данный прямой эфир будет доступен в записи в течение 24 часов. Можете посмотреть его, нажав также на иконку на аватарку Лили, и выбрать снизу, там будет две кнопочки сториз или прямые эфиры. Да, можете рекомендовать своим друзьям посмотреть. Вот. Ну что, отличного всем продуктивного дня. Мы на связи. Да, мы на связи. До встречи. Всем пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»